Рыбу даже в дождь, шару и снег Ты не отватишь от рыбалки даже палкой Но плю рыбалку, как спортсмен, как человек Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего Не поймал я ничего, это не про Сашу Гурмана Обычно он возвращается с богатым уломом со своих рыбалок Человек просто одержим этим видом отдыха Наверное, это отдых? Конечно, отдых Или что это все-таки? Отдых, увлечение, хобби Добрый вечер Ну, кстати, здесь любое увлечение, если не карается законом То стоит товарищ рейнджер, я уж не знаю, как называется И Саша заодно нам рассказывает о законах рыболовецких Потому что не так просто взять удочку и хвать Пошел ловить нянут Тут еще различная система лицензий Да, но Саша, сначала мы тебя хотим поздравить со всемирным днем мытья рук Есть такой праздник сегодня как раз И давай признавайся, на рыбалке ты моешь руки? Или это противопоказано рыбакам, чтобы не отпугнуть запахом мыла? Обязательно до рыбалки мою руки и после рыбалки мою руки А во время? Во время? Ну, конечно, у меня есть тряпка такая И вытираю руки, рыба... То есть ты только вытираешь, не моешь? Ну, я могу там в реке, в озере побыть руки, в ведре там с водой Конечно, рыба-то скользкая, слизь, зачем ты удочку будешь потом пахнуть, и катушка потом все будет пахнуть от рыбы Есть у меня дезинфектор такой, знаешь, на руки, если уже надо... Да иначе иногда, там, хочу сфарафировать рыбу, потрогал рыбу, а потом в камеру Чтобы камера потом не пахла рыбой А, то есть только вопрос, чтобы сохранить камеру, а не вопрос гигиены здесь Гигиены тоже, потому что если ты посреди рыбалки сел покушать, и ты хочешь, как бы, руки почистить, конечно, дезинфектор помогает Я обычно, принимаешь, как много, держишь руки в воде, и руки, как бы, царапаются Я кремом часто смазываю после рыбалки, потому что сохнут пальцы, потом на работу тяжело идти После рыбалки, но во время рыбалки ты стараешься не пользоваться каким-нибудь мылом, да, или кремом, чтобы потом этим запахом не спугнуть рыбу Ты же трогаешь крючок там Нет, ну, это далеко, как бы, не настолько, как бы, пока, если это глубоководная, скажем, рыбалка, пока крючок отпустится, уже этого запаха не будет Не думаю, что мыло так уже спричитаем Вот такой мытогой вопрос, у меня рядом рыбный магазин итальянский, и такой там запах, хороший запах рыбы Но они такие разделывают туши тунца огромные И вот думаю, у них есть там какая-то раздевалка, где они переодеваются и моются Конечно, конечно Потому что запах-то такой Есть, я, ты знаешь, использую специальное такое мыло от Poison Ivy Я неоднократно его ловил, это такая, как Poison Oak у нас здесь есть в Америке Намного хуже, чем крапива Если ты касаешься, у тебя по всему телу такие язвочки подняются И я специально такое мыло мажу, чтобы защититься от того, чтобы не поймать эту болячку Да, ну, отвечая на Вероники на вопрос Ты знаешь, Вероник, я по молодости как-то любил продавщицу овощного магазина Да, так вот, какие бы ванны она ни принимала, как бы она ни благоухала, руки ее все равно по-прежнему пахли картошкой и морковкой Извини, Саша, но я должна это сказать Почему ты не ведешь в честь бывшей любви рыбную рубрику у нас? Почему ее делает Саша? Ну, потому что я не рыбак, а рыбак как раз Саша Саша, господа, испытал, Саша Давич испытал одно из самых сильных потрясений в своей жизни Он отправился на рыбалку с главным рыбаком, самым знаменитым рыбаком Бруклина Да, Крис имеет магазин в Бруклине больше 20 лет Магазин какой? Рыбацкий магазин И, соответственно, как бы является, есть много магазинов, но он как бы среди рыбаков, особенно русских, считается самым как бы удачным, успешным, знающим рыбаком Бруклина И все за светом к нему обращаются И я уже несколько раз с ним был на рыбалке Несмотря на то, что обычно говорят, что вот Крис пьет и как бы поляк Тем не менее, вот не пил на рыбалке Но это не наши родные люди, поляк, Крис пьет Значит, нет? Нет, не пил Так что, не пил? Не пил, часто ловил рыбу одну за другой Саша, что это за рыбалка без 150 грамм? Ты знаешь, во-первых, за это могут дать штраф тоже Вот на этой как раз рыбалке мы когда были Один мужчина уже выпил свой ром И осталась фляжка Подошел полицейский, понюхал эту фляжку и дал ему тикет Ты не имеешь права на охоте, на рыбалке нельзя, спиртное В Ром с Карлем наших полицейских не затащишь Хотя он вроде, как ты говоришь, пытался его и промыть А запах остался Хорошо, ну хорошо Тогда кофе и чай можно пить на рыбалке? Ну, можно пить, но вот тоже был случай на рыбалке Когда мужчина ловил рыбу и хотел, как бы, у него все было замечательно И крючки правильной ширины, и плеска, все замечательно И немножко, как бы, он патронивал над полицейским рейнджером Который это все смотрел Рейнджер посмотрел на это дело И выписал ему тикет за чашку кофе Сказал, что это мусор Ты не выбрасываешь за собой мусор Человек пил кофе, потом подошел рейнджер, стал проверять у него снасти У него кофе стоял Он же стоял, как бы, руками ловил рыбу А кофе стоял рядом Он сказал, ты мусоришь Он говорит, как, я же пью его Ну, придешь к суде, приедешь в суд Ты же с Бруклина Съездешь в суд Суде это объяснишь И вот, может, отсудишь А дело было, наверное, часа четырех езды от Бруклина Да, полоски это где-то часов пять Ну, если ты сейчас скажешь, что этот человек был еще и поляк Тогда я просто упаду в опорок Который пил кофе? Нет Может, там, тоже, как бы, восточная Европа Ну, может, болгарин, может, не знаю Много русскоязычных То есть, вот, на последней рыбалке довольно-таки много было амиши И, как бы, восточной Европы Поляки, венгеры Я не слышал, амиши? Амиши, целая группа амиши Они ловят рыбу Они уже так устали от туристов, которые их навещают Попупая творожок и кефир амишевский Что они решили, вот оно, место для медитации, рыбалка Ну что, Саш, давай пробежимся тогда по ситуации рыбацкой Что нынче, где и как ловится? Ну, вот, я был на лососе под Канадой На враче острие рыбы Сейчас очень много, сейчас самый разгар сезон То есть, ногами пихают Я заснял некое видео там И там рыбы просто немерено Все в рыбе То есть, в Майами сейчас ловится все хорошо тоже Но проблема с Майами, что там акулы не дают поднять на лодку То есть, пока ты успеваешь поднять Акулы все съедают То есть, только голову приносишь В Пенсильвании ловится сейчас и судак, и карп ловится, и бас Все ловится, просто некая затишь И, знаешь, очень красиво Просто совершенно замечательный вид Зелень становится красной, синей, желтой И рыбаки просто любуются на природу и не ловят рыбу Только успевают тикеты принимать Нет, там нету тикетов Просто очень красиво, не до рыбалки Грибы собирают, занимаются Просто любуются Вот это я впервые слышу о рыбаках Что рыбак поехал на рыбалку И, а, во-первых, не выпил И, б, не ловил рыбу Не, да, не ловил рыбу, а сыграл грибы Не обязательно результат Процесс важен, часто И сейчас в Монтоке очень много И здесь, в принципе, из Руклина Вот Бруклинг Сикс Ходит на тюны Сейчас ловится тюнец Сейчас ловится махи-махи Сейчас ловится рыба-меч Слушай, я считал, что махи-махи Это рыба, которая выводится на Гавайи Ну, а то она, сейчас, как бы, время, сезон на нее Сейчас у нас здесь, в Бруклине То есть она и здесь у нас встречается, да? Ну, вот сейчас, да Через, там, месяц, может, и не будет Но сейчас приплыла Есть, много поймали Все на корабле поймали полный лимит Сколько можно, вот все поймали Ну, и давай, на всякий случай, еще раз Вернемся к теме лицензий Значит, если ты здесь, в Бруклине На корабле уходишь Не нужна никакая лицензия Никакая лицензия не нужна В Пенсильване нужна местная пенсильванская Да, лицензия в Нью-Йорке, Нью-Йоркская В штате Нью-Йорк, вот где-то был под Канадой Обычно, да, обычно Нью-Йоркская лицензия вполне годится То есть, эти, там, 10-20 долларов в год, что это стоит, это подходит Отлично Просто надо знать, как бы, немножко правила, что, скажем, можно лицензию желательно держать или на голове, на шапке прикрепленную или на спине Потому что, если, там, как бы, они же не знают, у тебя в кармане или есть, у тебя лицензия нет Очень много местных, там, как бы, американцев, бедных, бездомных ловят И ловят на всякие тройники неразрешенными способами И им, как бы, если даже и выписать штраф, то они просто, там, выпишут им, там, 10-20 штрафов Они все время сидят 2-3 дня и выйдут, и штрафы уже сошли А, как бы, приходится отдавать гораздо больше штрафов таким, как мы приезжем Потому что мы все равно заплатим их В общем, иногда это получается дорогое удовольствие, да, учитывая штраф, который надо заплатить Ну, не надо делать все честно, и тогда не будет никаких штрафов, не надо нарушать закон Ну, слушай, человек пил кофе, поставил недопитую чашку с кофе на землю рядом со своими сапогами И получил за это тихо Он не за это, он получил штраф за то, что он подшучивал над полицейским Если бы он бы не, полицейский не задирал полицейского, что у него все так правильно Тот бы не искал бы, к чему придаться Понимаешь, полицейский должен защищать и охранять, помогать А там, как бы, построен бизнес на том, что полицейские собирают деньги для города Потому что там другого дохода нет у города, понимаешь Поэтому, как бы, иногородних ловят Саш, последний вопрос, я его давно тебе хотел задать Я вот молодость свою провел в Заполярье, на Таймыре, где тоже рыбачил, причем нехило И ты знаешь, там среди рыбаков было очень популярно зимой строганина Но что такое строганина, все знают А летом сагудай Это, в общем, это только что вылубленная рыба, которую быстро потрошили, чистили Резали на кусочки, скидывали в миску В эту же миску, что было под рукой Соль, перец, там, скажем, аджика или чеснок Другой миской накрывали Трясли, пока один трясет эти, это дело Разливает по оловянным кружкам спирт или водку И это называлось сагудай Это было ужасно вкусно Здесь рыбаки прямо во время рыбалки закусывают только что вылубленной рыбой И это считается мобитон Мы кушаем, ну, икру сразу, которую поймали, соль посыпал и едим ей икру Мы кушаем, когда осьминоги, то, что на кололем тюну То есть мы, в принципе, то, что идет на наживку Тоже сразу вынули, пока он живой, можно нарезать Сразу уже кушать И тот же самый лосось, что я тебе принес Его че делают То есть так же солью, перцем пересыпаем Лимон И 5-10 минут он готовится И кушаем А ты так же ешь суши Тоже свежее Просто надо смотреть внимательно при свете Чтобы в рыбе не было червей Чтобы рыба была чистая Чтобы в рыбе не было червей Чтобы полицейского не было рядом с рыбой на рыбалке Чтобы все было хорошо Ну что ж, друзья, спасибо большое Как всегда, встречаемся с Сашей по четвергам Рыбный день в прямом, на переносном смысле этого слова А теперь серьезно Городские власти ведут полномасштабную проверку людей, получающих медикейт